Ты сказал Андрею, что Юля попросила тебя убить её? Скажи мне, ты пошутил, иначе ты троп! Эммм... Ладно, тогда я пошутил. Всем привет! Вы на канале Диафплей, и мы продолжаем проходить пацанское лето. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно платно подписаться на канал или задоначить по ссылкам в описании. Погнали! Есть что сказать в своё оправдание, Андрей? Он молча стоял и смотрел на него, не зная, чё ответить. А теперь мы идём с тобой в катакомбы и решаем наше разногласие. Полагаю, мне всё равно пизда? Не, я не буду тебя ни убивать, ни калечить. Я просто хочу заслужить твоё доверие. Эммм... И каким же образом? Сейчас я тебе всё покажу. Примерно через полчаса они оказались в бомбоубежище. Садись в кресло! Зачем? Просто садись. Андрей сел в кресло. Красный начал пристёгивать его. А чё он так просто сдался? Эй-эй! Это так ты доверие хочешь заслужить? На самом деле, дело не в доверии, а в преданности. Он затянул лямки потуже. Не жестковато ли? Этим ты не вызовёшь у меня чувство преданности. Согласен, этим не вызову. Он убедился, что Андрей не смо... не может пошевелиться. Но это не значит, что я не могу на тебя повлиять. Логика у тебя... У тебя пиздец, конечно. Что ты хочешь сделать? Отпусти его! Сейчас я сделаю его преданным! Вожатый отошёл от него и положил пистолет на кровать. Он подошёл к чайнику и убедился, что кипяченая вода в нём остыла. Так, состался финальный штрих. Он высунул из кармана пакетик с мифедроном. Андрей, увидев это, мгновенно заскрепел челюстью. Ты зачем достал это? Убери! Ничего ты не понимаешь, Андрюха! Вожатый достал шприц. Эй, ты чего задумал? Он начал ворочаться в кресле, и он понял, что уже дал пристегнуть себе слишком туго. Да кой хуй он давался вообще? В чём логика была? Эй, великий замысел, блять. Вот так по-русски. Тише, родной. Сейчас я сделаю тебя преданным. Он вытащил поршень из-за шприца и закинул туда несколько кристаллов из пакетика. В пакетике ещё оставалось примерно в пять раз больше. Он кристаллов в крови хочет захуярить? Типа то, что там, типа... Блять, я не знаю, как это работает, блять. Я не специалист в таких вопросах. Сейчас ты по-другому запоёшь. Вставив поршень обратно в шприц, он поднёс иглу к чайнику. Пожалуйста, не делай этого. У Андрея на глазах выступили слёзы. Утю, господи, какой милый мальчик. Красный, блять! Отдай мне контроль, я прошу тебя, не делай этого! Нет, ты ничего не понимаешь. Он и дальше будет вертеть тебя на хую и пользоваться тобой. А после одной нехитрой манипуляции он будет верен, как пёс. Я проверил это дерьмо на Юля. Оно сильнее героина. Ну зачем? Ты ему жизнь сейчас сломаешь. Ладно, теперь понятно, как это работает. Надо разогреть. Вскипятить кристаллы. И пускай мне его ни капли не жали. Не надо, красный! Андрей едва слышно всхлипнул. Надо, Андрюха, надо! Это не моё имя, меня звать иначе! Красный удивлённо взглянул на Андрея. То есть ты иначе ты меня напиздел? Я всем о нём... Я всем о нём наврал! О всём наврал! Какой ты предусмотрительный! Но жаль, что это не играет никакой роли. Ведь для всех здесь ты Андрей. Я Григорий! Я прошу тебя остановиться! Не делай этого! Красный набрал воду в шприц. Он взболтал его и начал смотреть, как кристаллы растворяются в воде. Не надо! Слышишь? Я только выздоровел от этой хуйни и не хочу обратно! Пожалуйста, перестань! Внезапно Красный схватил его за лицо и заглянул в его заплаканные глаза. Это ты меня послушай, торч ебучий! Ты уже влез в это! Даже если ты никогда и не кололся, то поверь, это стало бы вопросом времени в твоём мире. Но так как ты попал в мой мир, еще и сука осмелился сделать это против моей воли... Он аккуратно начал вставлять иглу в вену на правой руке Андрея. То ты подвергнешься тому, чего так жаждал и боялся! Твоя лучшая фантазия и худший кошмар сейчас соединятся воедино! Он начал спускать поршень. Вещество мгновенно начало давать ожидаемый эффект. И так как Андрей никогда не пробовал внутривенный способ употребления, он был в диком ахуя. Поскольку укол это мгновенное попадание вещества в кровь. Да нихуя себе! Его начало жестоко крыть мгновенно. А там разве через сердце оно не должно пройти? Хотя, блять, опять же, я не специалист в этом! Тьфу-тьфу-тьфу! Красный спустил поршень до конца. Челюсть Андрея ездила туда-сюда, а глаза не понимали, каким быть. Он чувствовал настолько сильную эйфорию, что даже и представить не мог, что такое реально. С каждой секундой, что он проводил в этом состоянии, он был четко уверен, что хочет проводить как можно больше времени в этой эйфории. Ну, как-то! Андрей поплыл шо, пиздец! Лучше всех! Его сердце бешено колотилось, и он прерывисто дышал. Я видел, какие ты чертишь себе дороги Я засыпал примерно одну твою дорогу в шприц Как тебе, есть разница? Да Очень и очень Он сухо сглотнул слюну Очень большая разница Я не знаю, как описать это чувство Это то, чего я так давно искал Я уже не могу себе представить жизнь Без этого ощущения Спасибо вам большое, Леонид Николаевич Он улыбнулся Без вас я бы не осмелился на такой шаг Ты мразь! Ты просто мразь! Не благодаря Можно было бы просто спокойно поговорить А зачем? Внутривенный мефедрон действует куда лучше, как видишь Смотри, у меня есть еще немного твоей дури Но я дам ее тебе с чистыми шприцами Только если выполнишь пару услуг для меня Все что угодно, Леонид Николаевич Андрей нереально перло Он чувствовал, словно летит, просто сидя привязанный к креслу Красный начал потихоньку развязывать его Андрей встал в полный рост Он старался казаться трезвым На его закатывающиеся глаза и скрипящая челюсть его выдавали В общем, все, что тебе требуется Это быть Семеном и докладывать о том, что он делал Делает или будет делать Сегодняшний день последний Мой отряд уезжает после заката До этого времени ты информируешь меня о каждом его слове Слышишь? Он послушно кивнул О каждом шаге, о каждой мысли вслух и прочее Он не опасен уже, но стоит быть начеку Ах да И что за способ, который Юля ему сказала? Какой способ? Андрей непонимающе смотрел, словно сквозь вожатого Ты сказал, что Семен вспомнил Что увиделся с кошкой, а она сказала ему, как ей помочь А-а-а, это Он расплылся в улыбке и начал очень спокойным голосом Все просто Он сказал, что ее надо убить И тут обе личности резко охуели Что? Что нахуй? Так, тише, не кипятись Но я подозревал, что это тоже один из выходов Нет, 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 нет Ее нельзя убивать Почему? В этом суть существования Красного Цикл прервется и наша жизнь закончится вместе с ее жизнью Что? Блядь, я в принципе уже потерял суть происходящего Ничь сути происходящего Потому что этот Рут выходит Года два, наверное А сюжета тут хуй да маленько Ты уверен в этом? Ведь никто не проверял по сути Быть может, ее все-таки можно убить? Нельзя, нет Ни в коем случае нельзя ее убивать Я понимаю, у тебя чувства Но это надо узнать у Лены Нет Сука, этот Семен Отдай мне тело Повествование от лица вожатого Он резко и уверенно поменялся местами с красным Че и... Че... Блядь Это че за хуйня? Как ты так быстро это сделал? Шприцы в шкафу Он кинул на кровать зип с мефедроном И взял какой-то пульт Эй, зачем ты ему вещество отдал? Мне не нужно, чтобы он следил за Семеном Вожатый взял с кровати пистолет А также какой-то пульт со стола Стой, мы не проверяли это Блядь, Леонид, не делай ничего сгоряча Правда? А мне казалось, ты только так и делаешь Блядь, а если нас сейчас вывернет нахуй наизнанку? Мне плевать Запускаю протокол телепорт Он нажал какую-то кнопку на пульте Я оказался в подсобном помещении мастерской Ебать, сработало? Вожатый уверенно пошел дальше Ты сучонок! М? Семен повернулся к вожатому, который вышел из-за спины Ты сказал Андрею, что Юля попросила тебя убить ее? Скажи мне, ты пошутил, иначе ты троп Эмм... Семен охуел Ладно, тогда я пошутил Блядь Не-не, ты реально пошутил, или она тебе такое сказала? Потому что у нее даже не может быть такой мысли из-за... Из-за усиленного мутированного инстинкта самосохранения? Да, я знаю Откуда ты? Вожатый озадаченно смотрел на него Она мне сказала, что не может покончить с собой из-за этого инстинкта Но также сказала, что больше не желает испытывать те мучения, которым вы ее подвергаете Ибо если кому-то из вас, ваш долбоебский мозг, пришло накачивать ее различной дурью для излечения То знайте, что это не поможет Я полагаю, тут Горбатого только могила исправит Вожатый почти сжег палец на курке... Сжал палец на курке Держа грудь Семена на мушке Убей его, давай, прямо сейчас! Он признался, что не знает способа ее вылечить! Да блять! Сука! Сука! Вожатый его стрелял, но в потолок. Семен от испуга пригнулся и фернул. Да блять, сука! Почему я? Какого вообще хуя здесь происходит? Нахуй мне надо испытывать этот ежедневный стресс? И почему я должен делить тело с каким-то блеским маньяком, который нихуя толкового сделать не может, а? Он ждал, что сейчас появится Лена и даст ответы на его вопросы. Тише, дорогой. Ты че раскричался-то? Ты меня, сука, не успокаивай, вообще закрой рот свой ебучий! Он снова выстрелил, но уже в стену. А сколько там патронов-то? Ты причина почти всего дерьма, что происходит тут! Оу, ты правда так думаешь? Семен выпрямился. С одной тычки Семен посадил вожатого на жопу и уверенно выхватил у него маузер. И кто теперь тут главный? Вожатый, сидя на жопе, углядел в холодное лицо Семена. Ты же в курсе, что мне ничего не стоит взять и убить тебя здесь и сейчас. Затем пойти прикончить ее и выбраться нахуй из этой забегаловки. Как ты пистолет проебал? А если он нас сейчас замочит? Все, давай мне тело! Красный попытался взять контроль, но у него ничего не вышло. Да ёбаный ты, карась, дай контроль, говорю! Нет, ты мне больше не нужен! И почему ты до сих пор меня не убиваешь? А смысл? Юля это не вылечит, и так же не убьет. Просто ты столько мне, сука, страданий причинял. Что грохнуть тебя кажется действительно неплохим вариантом. Ой, правда я причинял тебе страдания? Ты погляди, какой бедненький! А то, что из-за тебя, сука, Маша, сожрала иголок, это ничего? И все, что здесь и сейчас происходит, тоже из-за... Семен выстрелил. Ой, блядь! Ты надоел кричать. Говори спокойно. Сука, у меня кровь! Да нихуя себе! Семен выстрелил вожатому в икру на ноге. Блядь, я истекаю кровью, ты еще натворил, идиота, кусок! Ёбаный рот, дай мне контроль, быстрее! Я отниму пистолет и сверну ему шею, дай мне тело! Сука ты, ёбаная, дай мне тело или я клянусь, я не знаю, что сделаю с лагерем, когда тело будет мое! Вожатый успешно игнорировал красного. Что ты хочешь, а? К чему был этот выстрел? К тому, чтобы ты завалил ебальник! Я же сказал, тише, дорогой! А то орешь и орешь! И заметь, это я еще по-божески мог бы и в член выстрелить. Ух, было бы больно! Выстрелий я тебе в лоб, проблем бы сейчас никаких не было! Да, никаких, конечно! Семен вопросительно взглянул на него. Сарказм? Да, мудозвон! На двери к Ёле надо подобрать пароль-комбинацию к двери! Да, Андрей говорил, что у тебя есть ключ. Это и есть ключ! Если подобрать неправильную комбинацию с трех попыток, то весь этот лагерь взлетит на воздух! А-а-а, вот она как! А ее комната останется целой? Нет, она тоже взорвется! Да, почти со всеми катакомбами вместе с этим! Ух-та! Этого я не ожидал! В эту комнату ты сможешь попасть целым и невредимым, только с моей помощью! Но я уже выяснил цель твоего визита! Поэтому я тебя в нее не пущу! Хм, и что же делать? Семен прицелился четко в яйца вожатого. А-а-а, он шарит. Да, блядь, дай ты мне контроль, потрох сучий! Он тебя сейчас застрелит, нахуй! Тише, он меня не тронет! Он не сможет больше сделать мне ничего плохого! Блядь, только не доставай ее! Вожатый сунул руку за пазуху. Так! Без резких движений, иначе я стрелю тебе нахуй яйца! Семен услышал слабый щелчок за спиной вожатого. Я отсоединил чеку от РГД-1! Что? Вожатый медленно высунул руку из-за спины и показал Семену гранату, которую он держал в руках, и на ней уже не было чеки. Если я отпущу скобу, или она ударится о землю, то мы оба трупа. А теперь будь добр, положи пистолет. Ты думаешь, я и вправду на эту куплюсь? Отдай пистолет, сука! Семен выстрелил рядом с вожатым. Ну уж нет, дружище. Если сдохну я, то я смогу переродиться здесь же. А вот что будет, если умрешь ты? Семен расплылся в высокомерной улыбке. Да, и похуй! Блеф не удался! Он закинул гранату в приоткрытую дверь подсобного помещения. Зачем? Семен на секунду замер. Не переживай, это муляж. Это не муляж, мудак! Я заменил ее на нас... на нас... блять! На настоящую! Чё? Взрыв. Здание клубов приняло не самый лучший вид. Но сможем лишь вообразить это. Повествование от лица Андрея. И вот что он будет повествовать, узнаем уже в следующий раз. Ну а на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok